всем привет друзья шарла северная каролина соединенные штаты америки с вами женя канала сипология привет всем и спасибо за поддержку за просмотры и за комментарии которые вы оставляете это помогает нам становиться лучше я вижу обратную связь в общем классно сегодня видео будет посвящено работе я услышал такую информацию посмотрел по вам пару видео эти видео хайповые надеюсь это тоже будет хайпового видео назову его в америке кончилась работа я так и кликнул на это видео когда увидел что в америке кончилась работой возможно я буду плакать на заставке это все ради хайпа но какая информация зашита в это видео смотрите я хочу поделиться своим мнением и своим наблюдением по поводу того заявления что в америке кончилась работа хочу сказать сразу что эта палка о двух концах левый правый один конец второй конец потому что по факту сказать что в америке кончилась работа мы не можем правда данил скажи это чтоб слышали да в америке не кончилась работа в америке есть работа в чем же тогда проблема проблема в том что эта работа не такая какая бы нам хотелось эта работа оплачиваемая потому что мы как люди и я как человек как отец семейства как мужчина я хочу зарабатывать больше для чего для для того чтобы жить лучше это это нормально ты зарабатываешь больше и лучше живешь но когда мы говорим есть работа и нет работы так когда ты захотел пойти на работу и тебе некуда пойти вот тогда я думаю что это справедливое заявление которое говорит что работы нет вот я сижу мне нужно куда-то хотя бы куда-то прийти чтобы я завтра был занят и мне заплатили деньги но я не могу это сделать тогда работы нет но если ты можешь прямо завтра поехать и работать а в шарлоте я знаю как минимум два-три места для любой человек может приехать и пойти прямо завтра выйти на работу и работать и через пять дней получить зарплату но какая это будет зарплата это уже другой момент поэтому утверждение что в америке нет работы она неправильно она как бы правильная но исходя из ожиданий которые у нас есть когда они не совпадают 12 долларов 15 долларов работа есть всегда хватает ли это на жизнь посмотрите видео где-то здесь будет если они забудут сделать вкладку что для жизни для жизни семьи если ты работаешь один и у тебя дома жена и ребенок и ты пошел работать на 12 долларов то конечно это катастрофа если ты не будешь работать только не по восемь часов а тебе скорее всего придется работать по 12 часов это это будет да там три тысячи долларов хорошо если одна бедрумная но ты еле будешь выживать если у тебя двое детей тебя нужно 2 бедрумную квартиру но тогда все это это фаталити я с этим согласен и в этом плане конечно можно сказать что работы нет но по факту она есть теперь о людях которые здесь живут давно и они имеют такую некую агрессию или непонимание к тем которые приехали только сейчас почему они имеют такое мнение о тех кто приезжает я скажу объективно никого не оправдываю не осуждаю просто те люди которые приехали давно они работали за 7 долларов и за 5 долларов и они работали очень много и долго занимала у многих людей от года до 4 лет работая просто на совершенно низкооплачиваемые работы для того чтобы отучиться выйти на выше доход начинать пользоваться вот этими благами америке и они конечно злятся на людей которые приезжают сейчас и говорят работы нет они горят как нет иди вот там 12 долларов он говорит это не работа я туда не пойду тут происходит конфликт понимаете да потому что они говорят ничего ты какой деловой ты не идешь туда за 12 долларов а я работал и за 5 и за 7 до потом там ставка поднималась и даня который сейчас меня снимает вообще сказал что 10 лет до до 10 мэби 8 лет назад здесь ставка была 5 7 долларов это ну в принципе в даже волмарте который сейчас получает да там платят 12 на низкооплачиваемую работу ты пришел я хочу волмарте там переносить что-то или раскладывать хорошо иди туда вот я 12 долларов работы по факту ты уже устроился на работу вот поэтому если закончить это хайповое видео которое называется в америке нет работы или кончилась работы наверное справедливо будет сказать что в америке работа не кончилась она как была всегда так и есть да и и может быть стало меньше чуть-чуть под поджали люди приехали но в целом также готовы предоставить тебе работу за 12 15 13 14 долларов мало ли это или много конечно мало хотим ли мы больше конечно хотим кто-то работает на работе за 20 долларов по приезду конечно работы исключение ли этом или это правило конечно исключение такие случаи есть но из 100 человек это будет 10 человек я вам серьезно говорю но может 15-20 максимум человек из 100 который будет получать на старте кто приехал 20 и более долларов я записывал видео когда сказал что мне повезло у меня я приехал к ребятам и они сказали вот там работа иди я пришел к своему начальнику у меня очень хороший босс появился он сказал суши мэн я буду тебе платить вот такую ставку она была больше чем 20 долларов и на самом деле я в первую неделю это не оценил даже потому что я посчитал по калькулятору думаю да это же мне концы с концами свести если у меня жена будет дома а потом когда пару раз я был в обществе где кто-то говорил про работу и про свой заработок я так сказал ну да я но это я 25 зарабатываю когда она меня обернулись четверо человек сколько ты получаешь ну 25 и потом я перестал говорить сколько я зарабатываю дабы не портит настроение людям но я поблагодарю бога за возможность благословил своего начальника надеюсь друзья что и дальше у меня будет возможность работать на работе которая оплачивается больше чем 20 долларов в час и надеюсь мне не придется работать там на работе за 12 и за 13 долларов но все может быть как говорится поэтому надеюсь вы поняли месседж этого видео такое я записал его спонтанно но хотел зашить вот этот самый 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 главный смысл и вот это послание работа есть но просто она не такая которую мы вы хотели и не за такие деньги которые вы вы хотели друзья сейчас очень важная информация для тех кто планирует переезд соединенные штаты по запросу политического убежища хочу сказать что это не шутки это не хайп когда ты запрашиваешь политического убежища тебе необходимо предоставить кейс кейс это доказательство твоего страха или твоего преследования в той стране где ты жил и откуда ты приезжаешь я заметил что много людей они имеют искаженное понимание того что такое кейс а некоторые вообще не имеют никакого понимания на самом деле это плохо и я рискнул это исправить и так сказать собрать кусочки пазла в одну общую картину пять месяцев назад я предложил людям провести со мной разговор тематический разговор на тему что такое кейс его устройство и доказательная база это не консультация не имею права давать консультации я назвал это тематическим разговором я совершил более 200 созвонов имеют сто процентов положительный отзыв вы можете наблюдать их сейчас здесь вы можете написать мне в личное сообщение и договориться со мной о созвоне я вышлю вам условия тем самым вы сможете поддержать меня и мою семью а я уверен что смогу передать вам очень важную крутую информацию и сэкономить вам время и ваши деньги всем хорошего настроения мира вам мира вашим семьям спасибо что подписываетесь на лайв телеграм-канал среди там постоянные новости постоянная наша жизнь всем пока